Всем привет дорогие друзья автомобилисты! Продолжение рубрики ответы на вопросы подписчиков. Итак, интересный вопрос от подписчика канала. Подписчик с ником Дон. Добрый день Алексей, очень рад вас видеть. Рад, что вы выбрались из ада. У меня такой вопрос. Поездив по Украине и заливая до полного бака бензин, я заметил некорректную работу стрелки уровня топлива. То есть показывает то больше, то меньше топлива в баке, а зачастую стоит на одном месте, на уровне полного бака. Что делать не пойму. Заливал всякий разный бензин и разных производителей. Что подскажете. Для начала, конечно, спасибо за то, что вы так относитесь к тому, что я действительно вырвался из ада. Друзья мои, действительно побывал в аду. Ну, глубину ада каждый по-своему воспринимает, но все-таки мины летали над головой и осколки сыпались. Всякое было и в подвале пришлось посидеть. Ну, то есть сложная ситуация была. Да и сейчас она не совсем стала легкой, так сказать. То есть еще очень множество вопросов по этой теме. Но тема для отдельных обсуждений. А сегодня мы говорим о вашей проблеме. Итак, ваша основная проблема это то, что вы ездили с полным баком. То есть практически всегда держали под завязку бак. Стрелка датчика топлива показывала, что у вас полный бак. И, соответственно, это привело к тому, что ваш датчик, который находится непосредственно в баке, износился. Я об этом делал уже видеоролик, ну, я не знаю, года два, может быть, три назад на своем канале. И рассказывал, что если постоянно придерживать один уровень топлива, вот многие держат, как я, я тоже. Это, ну, вот моя проблема тоже. Я люблю, когда полный бак. Ну, не всегда получается. Бывает такое, что бывает и полный, бывает и половина, бывает и три четверти. То есть все равно немножко уходит. Но некоторые постоянно любят доливать. Доливать топливо до полного бака и держать постоянно полный бак. И это как раз приводит к тому, что датчик у вас работает постоянно в одной зоне. То есть зона контакта в самом датчике, который находится в баке, где резистор переменный. И вот в одном месте получается он трет, трет, трет из-за того, что все время как бы поплавок в одном положении находится. Ну, плюс-минус. И в этом месте он протирает вот эти вот полосочки этого резистора, то есть проводник этот. И последствия это именно, когда у вас потом датчик неправильно показывают. Друзья мои, отремонтировать его, я вам скажу так, не получится. Это решается только одним путем. Замена датчика в топливном баке. Ну, на разный автомобиль он по-разному стоит. Я тут не скажу, конечно, сколько на ваш может стоить. Но это расходник. И если вдруг такие проблемы уже начинаются, то замена датчика в баке решает всю проблему. Но если у вас слишком старый автомобиль, то можно проверить еще один момент. Бывает такое, что масса непосредственно лючка, друзья мои, да, сейчас пластиковые баки. Но на лючок обязательно подведена масса. Массовый провод, который соединяет кузов автомобиля непосредственно с лючком там, где установлен датчик. И вот, если масса у вас плохая на лючок, на вот этот, то датчик будет врать, неправильно показывать. Обычно это проверяется очень просто. Вы открыли лючок в кузове. Допустим, он там сзади где-то под сидением. Вы его вскрываете, и у вас открывается лючок вашего топливного бака. Там, где установлен непосредственно поплавок с датчиком топлива. Вы просматриваете вначале целостность проводки. Если целостность проводки, которая идет к нему, все в порядке, то остается только одно. Замена непосредственно датчика в топливном баке. И это решит вашу проблему. Надеюсь, друзья мои, я достаточно понятно вам все объяснил. Если это так, обязательно ставим палец вверх и подписываемся на канал. Будьте здоровы, задавайте вопросы в комментариях. Всем пока, жду вопросов.